Приветствую вас на канале RedCat. В этом видео я вам покажу как использовать читы. Дело в том, что RedCat стал читером. Никому об этом не рассказывайте, это секретная информация. Смотрите, я сделал свой сервер уникальным. Во-первых, я могу высоко подпрыгивать, как супергерой. Мне теперь не нужны никакие костюмы. Я могу и так высоко прыгать и все кто я захочу на этом сервере смогут высоко подпрыгивать. Но это еще не все. С помощью читов я превратил воду в лаву и теперь можно поиграть. Вода это лава. Это просто новая игра появилась. Ну и сейчас конечно же побег я просто на изи делаю, потому что я высоко прыгаю. Да и вообще зачем мне от этого утруждаться, прыгать. Я же могу сделать читы, чтобы получить любую супер силу. Не верите? Давайте это сделаю. Смотрите, шесть кристаллов на выбор. Какой угодно. Какую хочешь супер силу, просто выбирай. Итак, что же выбрать, что же выбрать? Даже не знаю. Может эту? Или нет? Или вот эту? Какую взять-то? Они все красивые? Ладно. Возьму эту, эту. Почему они не суммируются? Я хочу быть супергероем, просто мега-супер-крутым, чтобы прям любым, не знаю, любой способностью пользоваться и можно выбирать, переключать. Но, к сожалению, пока такого чита нету. Есть только вот такой вот. Но, ребята, не пугайте все читы, которые я показываю абсолютно легально. И более того, в Мэтт Сити даже это разрешает. А сейчас, ребята, я отправляюсь в пирамиду, чтобы показать вам и, в общем, самую крутую способность чит на бессмертие. Вот. Все. Я сделал себя абсолютно бессмертным. Меня тут ничего не может остановить. Видите? Шипы мне не наносят никакого вреда, никакого урона. Вот эти вот летающие штуковины-колючечки. Да не вопрос. Вообще никакого мне урона не приносит. Я даже могу прыгнуть в лаву и выжил. Смотрите. Пшшшшшш. Видите? Ничего меня не берет. Я абсолютно бессмертный. Круто, да, ребята? Представьте, как я теперь буду быстро проходить все, просто любые ограбления, потому что мне не нужно бегать, прыгать, я просто могу идти спокойно, потому что знаю, что меня в этой игре ничего не может теперь остановить. И да, ребята, давайте посмотрим, сколько у меня денег. Я хочу убедиться, что если я буду использовать читы, мне будут начислять опыт и деньги. У меня сейчас 391350 и 31 ранг. Давайте ограбим полностью эту пирамиду и посмотрим, сколько у меня станет после этого. Возможно, из-за читов я ничего не получу, а может наоборот. И второе, ребята, давайте посмотрим, что будет, если я сейчас активирую... Вы же знаете, что ты взрываешься, если нажимаешь кнопку идола, а я попробую сейчас не умереть. Итак, ух ты! Я просто, видите, взрываю таким образом, но сам не взрываюсь, потому что я бессмертный в этом режиме. Чит на бессмертность. Это самый крутой чит, который вообще есть. Но, ребята, это еще не все, представляете? Сейчас я вообще, кстати, могу даже в шарики типа играть. Они у меня не могут никакого причинить урона, никакого вреда. Я могу даже попрыгать на них. Сейчас давайте попробуем. Я какой-то схвачу и буду им играться. Вот, смотрите, он себе падает куда-то вокруг меня. Что-то происходит, но они мне не могут ничего сделать. Смотрите, я даже могу в руки его взять. Иди сюда, стой. Покатался на нем. Все, он куда-то пропал. Сейчас этот остановим. Нет, туда нельзя, я не пускаю тебя. И все, он пропал. Ну, ладно, выходим из пирамиды, ребята. Покажу вам еще один крутой, просто мега чит. Смотрите, я теперь могу пользоваться любым оружием. Да, даже то оружие, которого у меня нет, я могу его использовать. А кроме того, вы не заметили, но я только что сделал, чтобы на карте был день, а не ночь. Итак, смотрите, ребята, у меня сейчас М4А1. Видите? Для того, чтобы его взять, нужно покупать за робоксы его. Но у меня нету этого геймпасса. Смотрите. Опа. Он просит мне целых 300 робоксов за него. Не, я не куплю, это дорого. Но почему тогда он у меня есть? Все дело, ребята, тоже в читах. И давайте сейчас я сделаю еще чит на вот эту вот штучечку. Тоже, видите, нужно покупать. Но он у меня уже есть. Я его не покупая, смог получить. Круто, да, ребята? Но это еще не все. Смотрите, что я могу сделать с собой. Я могу превращаться. Я превратился в кофе. Смотрите, я в кофе. Ред Кэт Кофе. А сейчас я и в общем могу-то превратиться. Вот такой вот бутерброд. Вот так вот, наверное, более привычно смотреть на бутерброд или сэндвич. В общем, ребята, я могу творить на этой карте все, что угодно. Могу стать богом. Могу любое себе оружие взять. Я даже не знаю, могу превращаться в кого угодно. Но сейчас давайте посмотрим, дадут ли мне деньги и опыт. И да, смотрите, мне осталось 406 тысяч и 32 ранг. Мне реально дали опыт и деньги. Это что получается? Что я теперь, как собственник этого сервера, могу тут делать читы. А ну-ка, перезайду, рестарт нажал. Нет, смотрите, все у меня осталось. И деньги, и ранг, ничего не изменилось. Хорошо, давайте зайдем на какой-то другой сервер, абсолютно рандомный. Посмотрим, что там. О, нет, ребята. Смотрите, у меня все вернулось, как и было. У меня уже нету 400 тысяч, у меня уже нету 32 ранга. Все обнулили. И вот такая вот грусть, тоска, печаль. Но зато, ребята, вы можете вот так вот очень весело, очень фаново с вашими друзьями позабавляться на карте. Окей, ребят, я думаю, что вы все знаете, что это на самом-то деле никакие не читы. Это просто админ-коды, которые создатели этой игры разрешили абсолютно спокойно использовать на сервере. Но, знаете, если вы их используете хотя бы один раз, хотя бы один какой-то кодик, то все, ребята. На этом сервере будут все результаты обнуляться. Поэтому, конечно же, если вы хотите пофармить, не используйте коды, потому что ваш весь прогресс не сохранится. Да, вы типа будете получать и деньги, и опыт, но когда вы просто перезайдете, у вас все сбросится, и вы ничего не получите. Я даже, смотрите, научился замораживать картинку, видите, никто не двигается, я даже под машиной хожу. В общем, я мега-читер. Да ладно, я шучу, это опять были не читы. Окей, ребята, что еще нового добавилось после обновления, кроме того, что вы можете админ-коды использовать? Это то, что появилось мини-ограбление магазина с техникой. Apple Store, скорее всего, потому что здесь ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее. За ноутбук вы получаете тысячу, по крайней мере, я получаю, а за что-нибудь поменьше, типа телефона, либо же маленького планшетика, вы получаете 600. То есть за ноутбук тысячу, за все остальное 600. Итого, на первом этаже вы можете получить максимально 4200, а на втором 3200, итого 7400 в общем за ограбление. Я не знаю, будет ли это так всегда, потому что сейчас все обновления, потому что сейчас после обновления подняли все вот эти вот мелкие ограбления, и они теперь в два больше раза приносят деньги. То есть если там раньше 250, то по идее уже 500 будут давать вам за ограбление, к примеру, касса где-нибудь. Ну что ж, ребята, вот таким вот получилось интересным, забавным обновлением. Действительно, выпустили классное обновление именно для тех, у кого есть VIP-сервера. Вы теперь можете в роли админа очень много всего делать, любое оружие давать, любую суперспособность. Можете превращать, как я уже говорил, булочки и так далее. Можете вообще перейти в режим бога, управлять день, ночь и так далее. Очень много всего. Но помните, опять же таки, еще раз вам говорю, что если вы используете эти команды, то вам напишут сразу же, что весь прогресс не сохранится. Поэтому не подставляйте тех ребят, которые на сервере фармят. Ну что ж, ребята, на этом у меня пока все. Спасибо, что смотрели и до новой встречи на канале RedCat. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok